Кадарка немножко пострадала после дождей, впрочем, она как-то ягоду подлила. Ягода была скромнее, мельче, а тут что-то она вообще вошла в азарт, скажем так. И у кадарки нереальное переопыление, ягоды вот в грозди... В прошлом году были нормальные, а в этом, ну, наверное, в три ряда. И поздновато мы их спохватились, надо было чуть-чуть гроз прорезить. Конечно, потому что оно очень плотное, поэтому в прошлый дождь несколько потрещало. Ну, тоже видите, да, вот эта гроздь, например, она нормальная, да? А вот здесь, вот здесь потрещало. А вот здесь вот потрещало, повялилось, кое-что повырезали. Ну, будем иметь в виду на будущее, будем смотреть по пленю, немножко ей, если что, помогать. Ну, прикольно у нее с окраской. Вот на солнце грозди такие более розовые, а в синьке более темные. На 1 октября ягода готова. По сахару пишу на экране, это то, что общее в сусле. Фенольная зрелость достигнута, причем тоже интересно, что в этом году по слону шел очень рано. Вот в прошлом году мы ее держали до последнего. Ну, мы специально заводили такой вот поздний сорт, нам интересно с ним попробовать поработать. Так вот, в прошлом году держали до последнего, и послен ушел вот в самый последний момент. А в этом сезоне уже, наверное, ну, в начале сентября послена не было. Вот эти травянистые ноты ушли. Ну, вот косточка, то есть, в принципе, фенольная зрелость почти, причем повторю, что в ягоде никакой травы, никакого постороннего привкуса совершенно нет. Шикарнейше зреет лоза, вызрела до верха, но по вину посмотрим, что из нее получится. Я думаю, что все получится хорошо.